Здравствуйте, уважаемые студенты. Давайте познакомимся. Я Ера Мухаммедова Майя Кудратовна, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматренерологии. Сегодня мы с вами остановимся на одной из тем инфекционной патологии, называемой острые вирусные гепатиты, современные подходы к диагностике и лечению. Что такое вирусные гепатиты? Это группа антропонозных вирусных заболеваний, объединенных преимущественной гепотропностью возбудителей и ведущими клиническими проявлениями, бывая желтушное окрашивание кожи и склер, гепатоспленомегалия, сопровождающиеся интоксикацией. То есть мы здесь выявляем при поражении антропонозных вирусов функциональное нарушение печени. Для того, чтобы разобрать эту тему, давайте остановимся на актуальности. Вирусные гепатиты – одна из актуальнейших проблем здравоохранения всех стран. Основной причиной его следующее. Прежде всего, на сегодняшний день, пока остается широкое распространение гепатита на земном шаре. Второе – значительные розы заболеваемости вирусным гепатитом с продрайом и половым механизмом передачи. Также высокий процент хронизации от 10 до 80% от гепатита В, С, Д. Самая страшная вероятность развития гепатоцеллюлярного рака печени при гепатитах В, С, Д. Жаль, отсутствие надежных центровых средств для лечения больных вирусным гепатитом В и Д. Потому что на сегодняшний день для лечения вирусных гепатит С и театротерапия определена. Риск профессионального инфицирования медработников тоже приводит к актуальности данной проблемы. Давайте мы остановимся на вероятности хронизации, развития цирроза печени и гепатоцеллюлярного ракцинома при инфицированной вирусами В, Д, С. Через 6 месяцев после развития острого вирусного гепатита, в 10% случаев при гепатите В, в 70-90% случаев при гепатите Д, в 75-85% случаев при гепатите С может развиться хронические воспаления печени. То есть развиваются хронические вирусные гепатиты В, Д, С. В дальнейшем, пройдя определенный процесс и время, возможно развитие цирроза печени. При вирусном гепатите В 15-30% случаев, при Д-вирусе 70-80% случаев и при С-вирусе 20% случаев. Через 30-35 лет, по данным ученых Японии, возможно развитие гепатоцеллюлярного ракцинома в 27% случаев при гепатите В, в 75% случаев при гепатите С. В 1977 году гепатологи Мила, собравшиеся, пришли к выводу, когда гепатиты называть вирусными. Вирусными гепатитами назначать их в том случае, если в крови у больных определяют вирусы А, В, С, Д, Е и так далее. Итак, мы на сегодняшний день имеем дело с вирусами, повреждающими печень, и при этом эти гепатиты мы называем вирусными гепатитами. Вирусы, поражающие печень, делятся на две большие группы. Вирусы с парентравмопередачей – это В, Д, С, Г, Т, Т, В, С, вирусы с фекально-оральной передачей – это вирусы А, Е, Л. Соответственно, гепатиты, вызванные этими вирусами, будут называться вирусный гепатит В, например, вирусный гепатит А, вирусный гепатит Д и так далее. Вирусы гепатитов с энтральной передачей по содержанию нуклеиновой кислоты делят на следующие группы. Вирус А, вирус Е содержит РНК, то есть относится к группе РНК, содержащих вирусов. Вирусы гепатитов с парентральной передачей или вирусы, претентующие на эту роль, имеют ДНК, содержащие – это В, Т, Т и С, и РНК, содержащие – это вирусы гепатита С, Д и Г. Если у вас вопросов нет, мы на этом разобрали коротко и теологию вирусных гепатитов. Давайте перейдем к эпидемиологии. При разборе эпидемиологии всегда помните о трех звеньях. Первый – характеристика источника. Второй – механизм передачи и факторов передачи. И третьей – и восприимчившей части. Итак, источниками претентральных гепатитов бывают больные. Особенно опасны по эпид-обстановке это больные с атипичными вариантами течения. И наиболее опасны в конце инкубационного периода 3-4 дня, весь программальный период и начальный период, периода разгара. Что же касается претентральных гепатитов? До тех пор, пока в организме больного определяются антигены, значит, они являются инфекционными, заразными для окружающей среды. Давайте перейдем на механизмы передачи. Механизм претентральных гепатитов – фекально-оральный. Инфекция внедряется, реализуется вводным, пищевым, контактным путевым путями. Что же касается претентральных гепатитов – это B, C, D, G. Здесь мы с вами оставаемся на следующих механизмах передачи. Паретентральные. Когда же мы его называем претентральным? Когда желая диагностировать какую-то патологию или проводить лечение, мы с вами искусственно вводим данный возбудитель. То есть претентральный механизм, когда реализуется при переливании крови, ее компонентов, гемодиализе, оперативных вмешательствах, любых претентральных манипуляциях, лечебных и диагностических, при трансплантации органов и его указывания. Следующее – это половой механизм, когда реализуется при гетеро- или гомосексуальных контактах. Третье – вертикальный, когда инфекция передается внутритробно при невыстаточном состоянии плаценты, во время родов и при кормлении. Контакт с бытовой реализуется при цесном контакте с инфицированными членами семьи с помощью бритвы, мочалки, ножницы, ножа и т.д. И третий фактор – это восприимчивость. То, что кто же является риском претентральных гепатитов? В основном могут болеть все те, кто не имеет иммунитета к данной инфекции, но статистически чаще болеют дети от 2 до 7 лет. Группа риска претентральных гепатитов составляет, прежде всего, это медицинские работники. Затем наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, больные в гематологических отделениях и отделениях гемодиализа. Также дети, рожденные от инфицированных матерей. Патогенез при вирусных гепатитах таков. Для того, чтобы вы могли отвечать на патогенез, знайте следующие этапы. Первое – это разделение на 6 фаз. Первая фаза – внедрение, адаптация вируса в организме человека. Вторая фаза – регионарный лимфоденир. Третья фаза – фаза вирусинии первичной. Четвертая фаза – фаза поражения органов, содержащих ретикулы эндлянную систему. Пятая фаза – собственно, печеночная фаза, когда мы рассматриваем поражение печени. Шестая фаза – на реакцию организма формируется иммунитет и виден исходы заболевания. Отличие в этих фазах энтерального и парентрального гепатитов в том, что для вирусных гепатитов ТЦД характерно обострение рецидивы, то есть ациклические варианты течения гепатита. Значит, после пятой фазы или шестой возможно вторичная миосемия, приводящая к зацеплению процесса и дающей исходы хронизации этого гепатита. Вирус, попадая в организм человека, прежде всего преодолевая желудок сок соляной кислоты, попадает в щелочную среду тонкого кишечника, где происходит его адаптация и повреждение эпители. Что имеется, энтеральная фаза, было доказано патологом анатоме, потому что микроскопические изменения были идентичны на эпители тонкого кишечника и гепатоцитах. По следующим вирус попадают в лимфатические узлы, оттуда через Торокос, Дуктос Тороцикос, попадает ток крови, давая вирусомию. При этом вирус проходит в каждую клетку организма, но по своему тропизму больше остается, сохраняется в органах, содержащих ретикулы энтерианной системы. Здесь помогает, конечно, иммунная система организма. В последующем вирус попадает в органы, сохраняющие ретикулы энтерианной системы. Это значит, в первую очередь, в печень. Что же происходит в печени? Здесь патологический процесс сопровождается развитием трех морфологических функциональных синдромов. Цитуолитический. Он обусловлен поражением гепатоцитов и поступлением в кровь различных антиклюзивных субстанций, прежде всего ферментов. При цитуолитическом варианте мы клинически находим все симптомы интоксикации лабораторно, повышения активности аламин-амино-трансферазы, аспартат-амино-трансферазы, ЛДГ и уровня железа, снижение содержания альбумина, протромбина и других факторов свертывания. Второй механизм или же синдром мезонхимиально-воспалительный. Он обусловлен пролиферативно-инфильтративными процессами. Клинически проявляющиеся жалобами на тяжесть, боли, в правом потребении. Объективно мы находим увеличение болезни с печени лабораторно, повышением уровня депта гамма-глобулинов, повышением тимоловой пробы, снижением сулемовой пробы. Третий это холостатический синдром. Развивается результат нарушения образования и оттока желчи из печени, что приводит к появлению различных ее компонентов в крови. Прежде всего лабораторно мы находим повышение активности щелочной фосфатазы, ДГТ, уровня холестерина и билирубина. Больше всего так как происходит поражение печеничной клетки, мы являем одновременно и прямой, непрямой билирубин, но прямой билирубин преобладает. То есть общий билирубин идет за счет прямого билирубина. Что же находим клинически? при кольстатист-циндроме желтошное окрашивание кожи и склер, потемнение цвета мочи, ахоличный стул. При разборе клиники вирусных гепатитов надо помнить о том, что имеются следующие клинические периоды. Это инкубационный период, программальный период, период разгара update восстановительный период и период исходов. При энтеральных гепатитах инкубационный период короче. При гепатите А 7-40 дней, при гепатите Е 14-50 дней, при проэнтеральных гепатитах инкубационный период относительно дольше, при гепатите полтора-6 месяцев, При гепатите С до 14 недель. Гепатит Д имеет два варианта. Когда одновременно инфицирование идет гепатитом Д и Д, мы его называем коинфекцией, инкубационный период такой же, как при гепатите В, от 1,5 до 6 месяцев. Когда идет наслоение Д на текущий Д, то есть суперинфекция, инкубационный период короче 1-2 месяца. Следующий период это преселтушный период, длительность которого короткий при гепатите А, гепатите Е, характеризуется от 3 до 9 дней. Длительность его 7-8 дней при гепатите С, при гепатите Д, когда вариант коинфекции, но при гепатите Д от 3 дней до 3 недель идет. Этот период характеризуется несколькими синдромами. Какие синдромы? Группоподобный синдром, астровегитативный синдром, диспептический синдром, экзантенный синдром, ортологический синдром, лихорадящий синдром. Для энтеральных гепатитов характерно проявление одного или двух синдромов, вышеназванных. Для парантеральных гепатитов от 2 до 3-4 синдромов. Мол, чаще для гепатита А и Е характерным является астровегитативный, гриппоподобный, диспептический, тогда как для парантеральных гепатитов чаще характеризуется артерологическим, экзантенным, астровегитативными синдромами. Период разгара, он бывает разный, в зависимости от тяжести заболевания. При гепатите А от 7 до 15 дней. При гепатите Б, С, Д от 3 до 5 недель. При гепатите Е от 1 до 6 недель. Как мы раньше говорили, восстановление больше при парантеральных гепатитах. Быстрее при гепатитах энтеральных. При гепатите А через 1-2 месяца мы этот период называем периодом реконсценции. Для гепатита Б, С, Д до 6 месяцев период реконсценции. Гепатит Е от 2 до 3 месяцев. Каковы же исходы? И этим отличаются энтеральные гепатиты от парантеральных. При гепатите А больше идет выздоровление. Могут быть затяжные варианты, но хронизации нет. Точно так же при гепатите Е. 99% это выздоровление. И если не развивается фульминантный вариант, где могут быть летальные исходы. Затягиваться процесс может быть, но хронизации не бывает. При гепатите Б выздоровление до 80%. До 20% раньше гепатита, в последующем дающий переход в гепатоцеллюлярную карциному. Такая же картина и при гепатите С, и при гепатите Д. Для убеждения в вас, как проявляете себя.